Здравствуйте, дорогие наши читатели! 13 ноября исполнилось 170 лет со дня рождения английского, шотландского по происхождению, писателя, поэта и автора романов и повестей Роберта Льюиса Белфора Стивенсона. Родился Роберт Стивенсон в Эдинбурге, в политическом и культурном центре Шотландии. По материнской линии он принадлежал к старинному шотландскому роду Белфору. Отсюда и основная тема большинства его сочинений – Шотландия, ее история и ее герои. Одна из его книг – роман «Остров сокровищ». Он рассказывает об увлекательных приключениях, связанных с поиском сокровищ, спрятанных на необитаемом острове капитаном Флинтом. И о морских сражениях. Это рассказ о взрослении мальчика с отчаянными пиратами. Поислование ведется от лица главного героя, сына хозяина трактира, юного Джима Хокинса. События романа происходят в середине XVIII века. В книге упоминаются настоящие имена военных моряков и пиратов того времени. Роман впервые был опубликован в 1883 году, то есть 137 лет назад. До этого два года он выходил сериями в еженедельном литературном журнале для детей под названием «Судовой повар». К работе над островом Сокровищ писатель приступил в 1881 году. Во время путешествия на теплоходе по Тихому океану Стивенсен заметил рисунок своего приемного сына. Ему приходит в голову идея пиратской карты Сокровищ. Так началась работа над этим романом, который впоследствии Стивенсен посвятил своему приемному сыну Войду. По мере рождения новых глав Стивенсен читал их своим домашним, и они давали свои комментарии и советы. Его отец всячески поддерживал его и даже помогал сочинять новые главы острова Сокровищ. Роман «Остров Сокровищ» принес автору невероятную славу и широкую популярность как на родине, так и во всей Европе, а впоследствии и в мире. В 1886 году, то есть через три года после опубликования книга, была впервые переведена на русский язык. Еще об одном произведении Роберта Стивенсена я хотела рассказать. Это баллада «Вересковый мед». В этом году ей исполнилось 140 лет. Эту балладу Роберта Стивенсена перевел на русский язык Самуил Яковлевич Маршак в трудное для России время в 1942 году. Тогда шла Великая Отечественная война, второй год этой войны. И от каждого человека в это время зависела победа над фашистом. А баллада Стивенсена призывает любить родину, быть стойким и мужественным. В основу баллады Стивенсена «Вересковый мед» легла красивая шотландская легенда о маленьких пиктах. Это народность Шотландии. Маленькие пикты своим примером показывают, что умереть за отчизну – это подвиг. А выдать секрет Верескового Эля значит предать свой народ, его традиции. Любовь к родной земле дороже жизни. Отец и сын, главные герои этой баллады, олицетворяют смелость и мужество народа. Идея стихотворения – борьба против проработителей за свободу и независимость. Хотела прочитать конец этой баллады. Значит, отец говорит врагам, которые захватили их в плен вместе с сыном. Пускай его крепко свяжут и бросят пучину вод. И я научу шотландцев готовить старинный мед. Сильный шотландский воин мальчика крепко связал и бросил в открытое море с прибрежных отвесных скал. Волны над ним замкнулись, замер последний крик. И эхом ему ответил с обрыва отец старик. Правду сказал я шотландце. От сына я ждал беды. Не верил я в стойкость юных, не бреющих бороды. А мне костер не страшен. Пускай со мной умрет моя святая тайна, мой вересковый мед. Спасибо за внимание. Приходите в нашу библиотеку. Мы всегда вам рады. Спасибо за внимание. Продолжение следует...